Не цветут розы. Вот купил розу, а она вот не зацвела. Ситуация для многих знакомая, а причина может быть банальной. Пионы, ирисы и розы очень боятся мороза. Как их правильно подготовить к суровой сибирской зиме, расскажет садовод со стажем. Некоторые их просто выкапывают и переносят в подвал домой, что тоже потом они долго в анабиозе находятся, не могут никак понять, куда их там дели, зачем их туда перенесли. Или неправильное укрывание. От неправильного укрывания очень много зависит. Что ж, давайте делать все по правилам. Первая на очереди, ее величество, роза плетистая, еще усыпанная зелеными листиками. Даже если у розы и у других сортов листья не опали, ни в коем случае не обрывайте эти листья. Потому что вся сила потом у розы уходит на залечивание вот этих ран. Совет берем на заметку. Еще один важный момент. Плетистую розу по теплу желательно придавить к земле. А с наступлением стабильных заморозков укрыть лапником. Самый лучший лапник – это все-таки еловый. Почему? Потому что если вы положите кедрушку, пехтушку или сосну, иголки не колючие. И для мышей укрытие и готовый домик вы обеспечили. Вот это хитрость. Ни один грызун ради лакомства не рискнет натыкаться на иголки. Давайте укрывать. Так, Света, хватит отдыхать, давай укрывай, помогай. Укрывай как следует, делай для них хорошее укрывало. Не дали мне полентяйничать. Что ж, розочка, давай мы тебя укроем как следует. Вот замечательное одеяло мы для розы сделали. Сама бы легла под него. Да, и мышей вас точно не будет. Ну все, за эту красавицу я спокойна. Ни мыши, ни морозы ей не страшны. Кстати, есть еще один способ отпугивания. В пропорции примерно один к одному кровь и навоз крупного рогатого скота. То есть самый настоящий навоз хорошо перемешивается и разбрасывается по всему огороду. Разбрасывается под всеми культурами, под плодовыми деревьями, под кустарниками, чтобы они пострадали. Мыши, крысы, как в сельской местности их мать-мущая, очень боятся вот этого запаха. Обычную кустовую розу, заранее обрезанную и подготовленную к зиме, можно утеплить горкой из опилок. Вот дайте мне вон тут пулители. И вот эту коробку. Ну кусок полиэтилена на даче у всех найдется. Ну это точно, оттеплиться-то там уж наверняка. Как попало, бросили? Просто вот так? Вот просто. Ну ветер его может унести. Давайте коробку. Ну коробку, там доски или еще что-то вы нашли. Вот вы закрыли. Такая простая конструкция не позволит цветку запреть и замерзнуть. А от мышей ее спасут обычные лоскутки с жженой шерсти, которые нужно положить под целлофан. Запах, вот она будет вокруг ходить, она будет бегать, но вот этот запах, это сто процентов ее отпугивает. По сравнению с прихотливой розой, пионы и рисы требуют перинку попроще. Достаточно укрыть оголившиеся почки небольшим слоем перегноя. И быть спокойными, что вашим цветам будет комфортно спать всю зиму. Ну надеюсь, что нас с вами сегодня смотрели очень многие. И все, кто хорошо относится к своим цветам, они также будут, наверное, о них заботиться, как и мы с вами сегодня. И пусть будет им хорошо, и их цветам тоже. Не забывайте своих друзей. И чем больше вы о них будете заботиться, тем больше они будут вас радовать. Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok